Долгожданным природным газом в регионе обеспечены 124 населенных пункта области, то есть 30% от общей массы потребителей. Этого недостаточно, считает заместитель Акима области, курирующий вопрос газоснабжения региона Айдарбек Байжанов. А причина до банальности проста. Инвесторы не хотят работать в отдаленных районах, а вернее тянуть на километры газопровод. Однако вопрос нужно решать, в связи с чем в областном Акимате прошло заседание представителей ответственных структур. Пришли ли участники заседания к консенсусу, знает Дамир Анитов. Он и расскажет поподробнее. 85 миллионов тенге должны банкам 350 жителей моногорода Текели. Эти деньги они взяли в кредит для подключения к долгожданному природному топливу. Подрядная организация ТОО «Астас» еще в октябре 2018 года завершила прокладку внутри городских сетей. Однако горожане до сих пор не получили желаемое топливо. Работу подрядчиков газоснабжающая организация не приняла. Много недоделок, но исправлять их никто не торопится. Они обещали еще в октябре. Потом сказали ноябрь, декабрь, январь. Сколько уже можно ждать? Я в жизни не видел таких мошенников, как ТОО «Астас». Как можно так поступать с народом? Мне люди приходили, жаловались и не раз. Я ездил в Астану, чтобы встретиться с руководством «Канстрасгазаймак». Мы даже провели отдельное совещание по Текели. Сети готовы, ряно возражают представители подрядчика компании «Астас Инвест». Только узел учета не прошел метрологию, но проблема решаема, говорят они. Хотя разрешиться она должна была еще в октябре. На вопрос о Макима области, почему они медлят, отвечали уклончиво и не совсем понятно. Решить проблему до 15 января поручил Айдарбек Байжанов. Иначе разговор будет другим. Метрологию не берите месяц. Если от 10 до 10 месяцев, 10 не берите. Если надо будет, я позвоню или съездите. Или он сам съездит в метрологию, сам разведет. Метрология 10 дней. Итого 15 февраля или 20 февраля, чтобы это там 15 февраля газ подым был. Все. Первым абонентом. Чтобы техническая часть все закончена была. Еще одна проблема газификации области – неперспективные села. По словам представителей ЖТСУ «Облгаз», инвесторы не хотят работать в отдаленных районах. Протягивать газопровод для села с населением 200-300 человек невыгодно, жалуются инвесторы. Протянуть магистральные ветки за счет государства, а внутри поселка уже работят с инвесторами, предложило руководство ЖТСУ «Облгаз». Синвесторы приходят газифицировать, стремятся большие населенные пункты, районы, центры и прилагающие городу Алматы населенные пункты. Чем дальше находится от магистральных линий, тем он дороже будет. Мы предлагаем, чтобы разделить магистральные линии при газификации, проектировании населенные пункты на три пусковых комплекса. Подводящие сделать за счет государства, а внутри поселка уже будем искать инвесторов. Тогда мы быстро газифицируем почти все населенные пункты Алматинской области. Есть возможность подключиться к природному топливу и у более чем 15 тысяч жителей Талдыкургана. Однако фактически им пользуются всего 2200 абонентов. И опять в ходе разбора полетов представитель КАС «Трансгазаймак» нашел оправдание. Недобросовестные подрядчики допустили засор в трубах газопровода, в связи с чем возникли перебои в поставке. Факты вандализма, противоборство посовщика жиженого газа. То, что касается по области ПСД финансирования, это наши внутренние государственные вопросы. То, что по инвесторам это Джейпсуоблгаз, я вам сказал, по инвесторам и по меморандуму должна отрабатывать. По подключению, особенно с города Талдыкурга, я буду спрашивать очень жестко. Вот запомните. Очень жестко. Сейчас я тебе говорю, Жайх, я тебе уже дренародно говорю, сейчас не время лоббировать того-то, того-то. Массовое подключение не будет? Не будешь работать, я тебе говорю. Не будешь работать. Решить проблему замокима области предлагает Работая сообща. Сотрудники управления энергетики, ЖДСУ, Облгаз и КАЗ-Трансгазаймах должны объединить усилия и составить график подключения каждого населенного пункта области. Кто из этого выйдет, мы узнаем совсем скоро. Дамир Анитов, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖДСУ. Три основных индикатора из 21 не выполнены по итогам программы Денсаулок в Алматинской области. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Пауржан Искак на селекторном совещании с районами и городами области. Как показывает статистика, в прошлом году в регионе допущено 6 фактов материнской смерти. К тому же зафиксировано 2073 дорожно-транспортных происшествий. Заместитель Акима области Акан Абдуальев поручил в наступившем году усилить работу по упущенным показателям и уже далее работать для предотвращения вышеуказанных фактов. Ощущается в регионе и дефицит врачей. То есть на одного медика в месяц приходится более 1800 приемов граждан. Когда по плану этот показатель должен быть аж на 200 меньше. Большая нагрузка падает на медперсонал нескольких районов края. Это Ембекши, Казахский и Лиски, а также Панхиевские районы. Помимо этих двух показателей слабо идет работа по разъяснению механизма обязательного социального медицинского страхования. Наша специальная рабочая группа выезжала на места, разъясняла все это, а в районах и городах халатно к этому отнеслись. На совещании не были приглашены многие ответственные лица. Что это такое? В текущем году эта работа продолжится. Думаю, вы не будете наступать на те же грабли. Это очень важные вопросы. С дипломом в село. 742 гранта выделено в этом году по этой государственной программе в Алматинской области. Это почти на 200 больше, чем годом ранее. Значительный рост говорит о создании выжимных условий молодым специалистам. Об этом сегодня заявили в Центре обслуживания молодежи в ходе дня открытых дверей с дипломом в село. Рассчитывать на помощь со стороны государства в рамках программы в 50% могут специалисты в сфере образования. 35% приходится на медработников. Остальная часть предусмотрена для сотрудников культуры, спорта и агропромышленного сектора. Поделились спикеры. В год молодежи государство способствует трудоустройству молодых специалистов. Именно поэтому условия с каждым годом становятся все лучше. Узнать подробнее о них студенты областного центра смогли, задав напрямую вопросы ответственным лицам. Данное мероприятие для разъяснения специалистам, прибывшим для проживания и работы сельско-населенного пункта. Специалист может получить подъемное пособие в прибывшем в село. Также бюджетный кредит на приобретение и строительство жилья. То есть бюджетный кредит выдается в сумме до 70 месячных расчетных показателей. Бюджетный кредит – 1500 месячных расчетных показателей. То есть бюджетный кредит заключается со специальным соглашением. Сроком на три года. То есть по истечении трех лет. А кредит уже сроком до 15 лет выдается. Ежедневно перед началом занятий 40-летний Чжан Пин Фэй, директор начальной школы Си Гуань в округе Ли Ни, провинции Ашан-Си, вместе с 700 учениками на игровой площадке занимаются синхронными танцами. Педагог изменил утвержденную властями программу обязательных физических упражнений в конце прошлого года, когда понял, что обычная зарядка уже никому не интересна. Мужчина сам выучил танец, а затем научил ему и учеников. Согласно постановлению Министерства образования Китая, средние и начальные школы должны предоставлять учащимся 25-30 минут свободного времени утром, чтобы расслабиться и заняться спортом. Видеоролик с танцующим директором набирает популярность в сети. Пользователям понравился оригинальный подход смелого и творческого педагога к традиционной, но уже не популярной среди современных детей ежедневной зарядке. В испанской провинции Малага спасатели достали тело двухлетнего мальчика, упавшего в глубокий колодец 12 дней назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ПЭЙС. По данным издания, спасатели обнаружили тело ребенка в субботу 25 января около часа 25 минут по местному времени. Родители ребенка уже проинформировали о случившемся. 13 января маленький Юлиан Розелла провалился в скважину диаметром около 25 сантиметров и глубиной свыше 100 метров. Ее вырыли для поиска воды и оставили без присмотра. С этого дня в муниципалитете Тоталан началась беспрецедентная операция по спасению ребенка, за которой следил практически весь мир. К ней были привлечены около 300 спасателей и сотрудников гражданской гвардии, множество техники. До последнего не было известно, жив ли ребенок. Родители мальчика уже потеряли одного сына. Он умер в возрасте 3 лет в прошлом году. Опыт по выращиванию живых тканей на борту МКС удался, передает Хабар-24. Для проведения опыта использовалось специальное устройство, которое и создало щитовидную железу, мыши и человеческую хрящевую ткань. Разработки, созданные с помощью 3D-биопринтинга, были отправлены на Землю. Отмечается, что с помощью данной технологии было создано 12 органов, изучением которых сейчас начали заниматься специалисты. Оказалось, что данный проект не имеет аналогов и является результатом совместной работы Государственной космической организации и частной фирмы. Соучредитель фирмы по биопринтингу Юсеф Хейсуани заявил, что на создание биопринтера им было выделено около 24 миллионов рублей или более 138 миллионов тенге. Оцифрованные лошадки появились в Кигенском районе. В целях точного ветеринарного учета и предотвращения конократства, каждую лошадь начали чипировать. Первоначальное руководство района совместно с Южнокорейской компанией планирует ввести GPS-чипы тысячи лошадей. О нововведении в сфере сельского хозяйства подробнее расскажет наш корреспондент. Если за рубежом все лошади чипируются в обязательном порядке, то в Казахстане этот метод начали использовать буквально недавно, всего 4 года назад. Как показал анализ, чипирование весьма эффективно, особенно в борьбе со скотократством. Учитывая все факторы, руководство Кигенского района решило применить это на деле, уже в нашем регионе. Сам аппарат GPS оценивается в 70 долларов, примерно 25 тысяч тенге. Как уверяют разработчики, чипы являются уникальными. То есть с помощью укола лошадям будут вводить специальные GPS-капсулы, которые не будут заметны и смогут в случае похищения вывести полицейских наворов. Эти аппараты уже используются почти во всех странах мира. Их особенность в том, что даже при температуре воздуха 40 и даже 50 градусов выше нуля, наши GPS-приборы не отключатся. Такая же ситуация и зимой. Готовы выдержать холода до минус 40 градусов. Сейчас мы совершенствуем чипы. В дальнейшем в них будут включены и другие функции. В прошлом году на территории Кигенского района зарегистрировано 36 случаев краж скота. А с внедрением инновационных проектов подобного рода этот показатель снизится в разы, уверены власти. Изначально мы проведем трехмесячный испытательный срок. В этот период мы будем наблюдать за теми лошадями, которым внедрили специальные чипы. Если проект получится успешным, то уже далее начнем более обширную работу по чипированию. Это очень важные инициативы, так как в районе уже на протяжении многих лет не снижается показатель со скотократством. Еще одна уникальность проекта в том, что чипы не требуют обязательного подключения к интернету. С помощью специального приложения, которое можно скачать в App Store и Play Market, украденную лошадь можно отследить даже в тех местах, где отсутствует сотовая связь. Азадж Маханов, Ербол, Атантелов, телекомпания ЖТСУ, из Кигенского района. Подведены итоги чемпионата Алматинской области по боксу среди женщин и девушек. В ответственных стартах приняли участие более 100 спортсменок. 60 из них – представители Талдыкурган. Остальные приехали за медалями в областной центр из 10 районов области и городов Текили и Капшигай. Школа бокса Алматинской области воспитала немало чемпионов. Семимильными шагами развивается в ЖТСУ и женский бокс. Тому подтверждение – множество наград завоеваны нашими спортсменками на женском чемпионате мира по боксу среди молодежи. А также на недавно прошедшем в Сербии престижном международном турнире Кубок нации. Что касается областных стартов, то по его результатам в числе сильнейших – Раймбекский, Алакольский и Сарканский районы. Сами соревнования послужат своеобразным трамплином для его победителей перед официальным чемпионатом Республики Казахстан, который состоится в середине февраля этого года в Шымкенте. По его итогам будет сформирована женская национальная сборная для участия в первенстве Азии. Оно пройдет в Таиланде этой весной. Спортсменки Алматинской области в нашей стране занимают ведущие позиции. На всех первенствах республики они занимают призовые места и входят в тройку сильнейших в общекомандном зачете. В целом, казахстанский женский бокс в последние годы развивается довольно динамично. В этом направлении проделана серьезная работа, о чем свидетельствуют блестящие результаты выступлений наших спортсменок на различных мировых первенствах. Такова была информационная картина дня. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин